Всем привет! Перед началом этого ролика я вам хочу сказать, что у Маши Сен выходит седьмой сезон XO Live, в котором я участвую. И я вам предлагаю сейчас посмотреть трейлер и перейти в описание и посмотреть первую серию, которая выходит сегодня. Так что бегом, давай! Ну, сначала, как, кстати, ну, надо посмотреть моё видео, а потом Пашина. Маши Сен устроила день рождения в стиле знаменитого калифорнийского фестиваля Куачелла. Главный эксперт по Америке в российском ютубе. Мари Сен вышла полуголой на красную дорожку музыкального фестиваля. Мари Сен была включена российским ютуб в список самых влиятельных девушек-блогеров в России. Ты используешь свою одежду, у тебя блог, у тебя условно свой бизнес. Зарабатываю 40 миллионов рублей в год. Самая известная российская фанатка Арианы Гранды. Мари Сен. Мари Сен. Мари Сен. Мари Сен. Харизматичная. Мари Сен! Всем привет, с вами Мари Сен и это новый сезон XO Live 7. И это что, Гера? И это XO Live новый сезон. Нет. Сеструс и Гэри. Нет, скажи, это новая эра XO. И это... Сейчас, раздай. И это очередная новая эра XO Live. Привет, дорогие друзья. Меня зовут Настя Бэт Барби. Сегодня мы с вами будем, знаете что, мы с вами будем болтать. Вот мне сейчас 19 лет. Я вообще, типа, начинала свой блогерский путь с ютуба. И мне было лет 11-10. И у меня на канале была рубрика «Болтать не вредно, вредно не болтать». И я это писала, типа, вот так. Ну и как вы уже догадались, «Болтать не вредно, вредно не болтать». Первая новость. У меня вот была такая рубрика, и я вам предлагаю ее возобновить. «Болтать не вредно, вредно не болтать». Погнали. А у себя в Инстаграме, в Бэт Барби, Настя, мы можем подписаться. Ну, так и намекаем. Я сказала вам, задавайте мне вопросы. И вы мне задали вопросики. Господи. Короче, честно говоря, не знаю. Я на все не отвечу. Простите, пожалуйста. Но выбираю. Ай, сделать хочется. Первый вопрос. Почему ты такая красивая? Спасибо большое. Ладно. Я думаю, я томить не буду. Самый главный вопрос – это «Что у вас с Данией?» Ты встречаешься с Данией бумом? Когда свадьба? Сука. Не мочукайся. Типа, таких вопросов дофига. Каждый день мне приходят, и нас очень шипперит заданий. И я хочу вам сказать, что я ему ничего не расскажу. Я же ты больная. Нельзя такие вопросы задавать. Я не буду отвечать на такие вопросы, потому что это очень личное. Ничто так не ответит на этот вопрос, как реалити, которое скоро выйдет. Единственное, что я могу сказать, что у нас все сложно. Ой. Все, давайте следующий вопрос. С кем больше всего общаешься из Иксо? Рассказываю историю нашей прекрасной дружбы. В общем. Ох, я ж... Когда я только заехала в Иксо, через две недели заехали пацаны. Даня и Никита. Бум и Бэмби. Я жила с ними практически в одной комнате, и мы пипец как друг друга возненавидели. Будильник Бэмби орал на всю комнату. Типа, у нас комната максимально совмещенная. Там, типа, глухая стена, через которую все слышно. Абсолютно все. Если меня один раз разбудить, все, я больше не заснул. И как-то вот у меня сгорело такое очко. Нормально так. Хотелось просто взять и... ... кого-нибудь в тот день. Но все нормально. Ребят, если что, я добрая, это шутки. Если что, мои приколы. Как бы дисклимер. Ок? И я просто киборг-убийца, блядь, вот так вот иду к Бэмби. Вот так вот он лежит. И я... Какого хуя твой будильник не вык... Я их бесила. Они меня бесили. Ну, Бум еще более-менее. Он мне даже помог там в одной ситуации с мальчиком. Но Бэмби я не знаю. Просто, ну вот я смотрела на него и просто меня блевать. Потом в нашей жизни появляется Лиза Василенко. Мы с ребятами, так как мы были новенькими, и она была новенькой. Мы как-то так все объединились и начали очень хорошо общаться. Потом Лиза Василенко покидает нашу компанию. А мы, Даня, я и Никита, максимально хорошо начинаем общаться. Мы общались. Я знаю о них все. О их приколах. Они мне как братья. Так как мы поссорились с Даней в реалите. Ой, блядь. Я когда вспоминаю об этой всей ситуации, мне становится плохо, честно. Был такой период, что мы с Даней не общались. Потом узнаете. И я очень хорошо стала общаться с Бэмби. И сейчас, я не знаю, я его просто обожаю. Он меня тоже обожает. Мы реально вот как два дебила, это сила. Как обычно встречают друзей утром нормальные люди? Типа, доброе утро. Как спалось? Привет. Как встречает Бэмби Настю? С полотенцем идет такой? Идет он! И убегает. Бэмби просто, ну, мой братик. Я его очень сильно люблю. И знаете, что у него день рождения? Завтра. Завтра уже. И я ему сегодня купила трусы Келлин Крайн и резиновую вагину. Я думаю, что он оценит подарок. И я сюда обязательно вставлю, ну, вот, видео, как он реагирует на этот подарок. Это жопка? Это жопка? Настя, покажи в камеру. Бэмби жопка больше. Зля. Не спрашивайте, почему я ему дарю резиновую вагину. Потому что человеку исполняется 18 лет. И, ну, девочку никак не может найти. Ну, это надо как-то исправлять. Володя, пипец, какой смешной чувак. Когда он приезжает, и все, мы сразу, я там его видео смонтирую. Там, что-то он меня попросит сделать, я ему сниму. Но он до сих пор на меня не подписан. Пидорас, блять. Володь, сколько можно? Ну, вообще, мне на это абсолютно насрать. Я его очень сильно люблю, потому что это человек, который заряжает тебя полностью. Вот, прям, просто он приходит, и все. С Алишей я хорошо общаюсь. Но очень хорошо еще общаюсь больше, чем с Алишей, с Кристи. Мы на реалити вообще поймали коннект. Прям, не знаю, она мне как вот младшая сестричка. Но у меня в их все есть старшая сестричка, и ее зовут Чана. Чана для меня это, ну, ой, боже мой, я ее так люблю. Это просто жесть. Все, что она говорит, это правда. Все советы, которые она дает, это правда. Ну, и, конечно, я хорошо общаюсь с продюсером. Герман мой самый лучший друг. Гера, если ты это смотришь... Я дарю его тебе. Короче, ладно, все, давайте следующий вопрос. Самый теплый момент с родителями, которые ты пережила? На самом деле, мое первое воспоминание с детства, это океан. Не помню, какая страна теплая какая-то. И яхта, или катер, или что там было. Океан и пещера. Мы, короче, поплыли с моим папой, с сестрой. Мне было года три, четыре. И в этот момент, по-моему, папа решил научить меня поплавать. Поплавать! Плавать он меня научить хотел, решил. Просто кидает меня... Ну, и я падаю, и вижу синюю воду, и вижу, что, типа, темно. И я такая, типа, тону чуть-чуть. Но потом я выплываю, и мне дают спасательный круг или что-то на рукавнике. И я такая, прикольно, прикольно. На самом деле, вот это падение очень соприкасается с моей жизнью плотно. И я его воспринимаю метафорично. Кто знает, что это такое? Метафора. Вот. Что это значит? У меня в детстве не было отца. Типа, вот он был. Буквально, там, первые три, четыре, пять лет. Все. И дальше я жила, росла без отца. Но с ним все хорошо, и я сейчас с ним общаюсь, все нормально. Но в детстве было сложно. И получается вот тот момент, когда он меня кидает в этот океан, когда я тону, одна, не умея плавать. Так произошло со мной и в жизни. Он ушел, и я упала в эту взрослую жизнь, когда не было особо ни мамы, папа вообще забыл обо мне. И я вот пыталась сама научиться плавать, научиться жить. И я вот иногда задумываюсь об этом и думаю, вау. И грустно, и красиво. Прям как реально моя жизнь. Уверена ли ты в себе и как побороть стеснение перед новыми знакомствами? На самом деле очень такая прикольная тема, потому что я все детство ненавидела знакомиться с детьми. У меня была в квартире такая хижина из дивана, пледов, подушек. И я постоянно там сидела. Для меня мой вот уголочек, это была как крепость какая-то, где меня никто не найдет. И мне вообще не хотелось общаться с детьми. И как-то я это переборола в пятом классе. Я пошла на танцы, на танцы. Не просто бальные танцы, какая-то хореография. Я пошла на хип-хоп. Вот этот хип-хоп, вот эти вот все движения, это то, что меня прям затянуло. Это то, что мне очень сильно нравилось. Я максимально раскрепостилась в этом деле. И у меня получалось танцевать. И я начала ездить по соревнованиям, занимать постоянно первые места. Я была одной из лучших. Мне это нравилось. И я понимала, что я крутая. И мне стало легче знакомиться. Я просто осознавала свою крутость. Я такая, ну да. Еще я там начинала YouTube снимать, была блогером. И как-то меня это все вместе, все так раскрепощало. Я просто хотела казаться круче. Ты рада, что твоя команда Иксо стала твоей семьей? Очень хорошо, что именно так написано. Потому что обычно мне пишут комментарии, типа, она стала такой же лицемерной, как все люди в Иксо. Я ненавижу, когда кто-то пить на мою семью. Я считаю Иксо семьей. Потому что они реально мне помогли во многом. Но это многого стоит. Это очень круто, когда у тебя есть каждый день люди, с которыми ты можешь поделиться всем. Которые тебя поддержат. Которые хотят сделать из тебя что-то хорошее. Которые постоянно тебе помогают. Которые верят в тебя. Это так круто. Насколько тебя изменила Москва? Я перекрасилась в блондинку. Во-вторых, характер. Я не знаю, сравнить меня год назад и сейчас. Это абсолютно два разных человека. Я не знаю, как я поменялась. Это лучше спросить у моей мамы. Не знаю, у моих подруг с Калининграда. Но я могу предположить, что я стала намного грубее. Я стала очень злой. Я и была такая грубоватая девочка, но появилась такая фигня, как похуизм. Просто стала на все похуй. На какие-то мелкие проблемы. Просто ты как будто... Когда человек живет в Москве, лично для меня, я не вижу никаких преград. И мне на все похуй. Я просто иду и делаю то, что хочу. Что еще во мне поменялось? Слушайте, вот это разбитое сердце, которое мне добивает еще и в Москве. В Калининграде оно еще было разбитое. Но знаете, оно было разбитое. Но типа его еще можно склеить. Можно было прийти, обнять, погладить. И все. И было бы классно все. В Москве за год меня кинули за всю жизнь 8 раз. У меня либо френдзона, либо просто невзаимно. Типа это было 8 раз. Я вот недавно посчитала. Честно, страшно. У меня были одни отношения в 15 лет. Они длились год, потом мы расстались. Что-то типа 2 года мы мутили. Ну как мутили? У нас были реально очень крутые отношения. Первые мои отношения и все. Вы понимаете, что ну как-то одиноко и очень тяжело. Часто девчонки задают мне вопросы. Типа что делать, если у тебя нет парня? Что делать, если меня там бросает парень? Да я не знаю, что делать. Потому что я сама в этой каше варюсь. И у меня тоже у самой такие проблемы. Типа вот у меня все хорошо, кроме личной жизни. Существует такая тема, что я боюсь кому-то доверять, потому что сердце очень-очень часто разбивали. Ну ребят, может мне подскажете в комментариях, что делать, когда тебя кинули в 8 раз? Я не знаю. Ну что, дорогие друзья, а на этом все. Я очень рада, что мы сегодня с вами классно поболтали. И это рубрика БНВВНБ. Болтать не вредно, вредно не болтать. Я думаю, что она будет продолжаться. И если вам она нравится, также пишите в комментарии. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети. Инстаграм, ТикТок. А это у нас что? Это у нас песни, слушайте мои. Вот. Не друг. На всех площадках. Поэтому, ребят, блин, на самом деле, так вас люблю, честно говоря. Вот я так очень-очень рада, что вы у меня есть. Вот нет парня, зато есть аудитория. Правда. Вот кто мне еще скажет приятные слова? Только вы. Все, я вас очень сильно люблю. Давайте. Всего вам самого классного. Будьте счастливыми. До скорых встреч. Пока-пока.